11 месяцев на передовой в общественно-политическом центре состоялась встреча общественников с волонтерами и участниками специальной военной операции. Четыре бойца рассказали о буднях на передовой и поблагодарили магнитогорцев за оказание гуманитарной помощи. У каждого своя история попадания в зону СВО, но общая задача. Так, боец с позывным пули еще год назад работал в доменном цехе ММК, а в ноябре оказался в числе мобилизованных. 11 месяцев вне дома и долгожданный отпуск. О службе говорит неохотно, а вот неравнодушных земляков искренне благодарит за гуманитарную помощь. В числе магнитогорцев немало тех, кто регулярно оказывает поддержку бойцам. Среди них и волонтеры, плетущие маскировочные сети. Услышать отзыв о своем труде удалось, что называется, из первых уст. Ребята, вот наша группа, она изготавливает сети. Вы можете хотя бы что-нибудь о ней рассказать? За мостсети спасибо большое. Массети нас выручают. Мы машины маскируем, позиции маскируем. Мы порой наугад выполняем, потому что мы не знаем, с этого гамма, что сейчас. Да мы там найдем, куда применить. Боец с позывным «Каскад» тоже из числа мобилизованных. А вот «Финн» и «Медведь» служили в российской армии по контракту. Остались там оба после срочной службы. Я сапер. Именно у меня саперная рота. Постоянное передовое минируем, чтобы противник не прошел. Вот мы задачи выполняем, наблюдательные посты, секреты. За ноль куда-то выходим, минируем, к противнику заходим. Снайпера у нас есть свои. Где-то какие-то сложные моменты наступают, где-то прорыв. Если мы на отдыхе, то мы туда выдвигаемся, держим позиции. И другие ребята не справляются, помогаем им. Бойцы рассказали собравшимся не только о своих задачах на передовой, но и поделились тем, в чем нуждаются. В основном это средства наблюдения. То есть тепловизоры, калиматоры, лицевые? Нет, калиматоры, они поскольку-постольку не нужны. Тепловизоры, ночные приборы, видения какие-то, разведывательные дроны. Это как бы оно ни звучало, но это дорогой расходный материал. Рады бойцы качественной одежде и обуви. Говорят, лучше получить пару надежных защитных дождевиков осень на носу, чем несколько сотен обычных, непригодных для службы. Волонтеры полученную информацию приняли и обещали помочь. Елена Старостин, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.